Юниорскую сборную Самарской области по фехтованию на Рапире можно смело называть семейной. В ее составе выступают две пары двойняшек. Виктор и Игорь Широковы и Кирилл и Антон Бородачевы. В самом начале фехтовальной карьеры Бородачевых разделяли по разным командам. Кирилл выступал за первую сборную, а брат отправлялся во вторую. Но Антон быстро подтянулся и уже забыл, каково это фехтовать в команде без брата. Я уже давно не фехтовал без брата и точно не могу ответить на этот вопрос. Но вообще чувствую, что я фехтуюсь братом и это помогает. На первенстве России по фехтованию среди юниоров в Сочи сборная Самарской области остановилась в шаге от медалей. В бою за третье место спортсмены из Поволжья уступили первой команде из Санкт-Петербурга 45-40. А золото разыграли сборные Москвы и Башкортостана. Последние и победили с большим отрывом 45-28. Тренер дал нам правильные подсказки перед соревнованиями во время, даже между боями. Благодаря этому, я думаю, у нас получилась сплоченная команда. Мы выиграли. У девушек сборная Башкортостана тоже оказалась в призах, но не так удачно, как у юниоров. Башкортостанские фехтовальщицы заняли третье место, победив в бою за бронзу команду Московской области. За первую строчку в финале женской рапиры сошлись сборная Татарстана-1 и Москвы-1. Судьба решающего поединка определялась уже в дополнительное время при счете 35-35. Приоритет был у столичных спортсменок, но для обеих сторон все висело на волоске. Ни о чем не хотелось думать. Просто глаза закрыть и ждать, что будет. И в этот ключевой момент финала татарстанская спортсменка Мартьянова смогла нанести победный укол. Таким образом завершились соревнования по фехтованию на рапире. В предпоследний день первенства России на дорожке базы Югспорт начнутся личные соревнования по сабле.